Здравствуйте! Вы смотрите Видное ТВ. Прямой эфир главы Ленинского муниципального района Московской области Сергея Николаевича Кошмана. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, в 2014 году это наш первый прямой эфир. Январь мы всегда пропускаем, месяц для работы короткий. Мне хотелось бы начать с небольшого нововведения. Это новшество будет нас сопровождать все прямые эфиры этого года. Но вот сегодня это такой небольшой дебют. Мы с коллегами, сотрудниками Видное ТВ, когда готовимся к программе, мы всегда очень бурно, горячо обсуждаем, какую тему выпустить вперед, что будет в самом начале эфира. И вот это будет как главная тема эфира. И мы обсуждали и постановили о том, что в самом начале прямого эфира главы мы будем говорить о том, что интересует нашего гостя, то есть вас. Итак, вводим новую рубрику «Главная тема прямого эфира главы». Лично определиться достаточно просто, так как 7 числа в Сочи стартовали зимние Олимпийские игры. И, конечно, это событие важное, историческое для нашей страны. Почти 10 лет наша страна готовилась к этому грандиозному событию. И, наконец, мы все стали его свидетелями. Поверьте, это не высокопарные слова. По-моему, для России Олимпиады имеют еще и практическое значение. Ведь очевидно и понятно, что не только России, но и любой другой стране Олимпийские игры важны для международного статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, строительство олимпийских объектов и проведение Олимпийских игр финансируется не только за счет государственного бюджета. Большую часть денег вкладывают инвесторы и партнеры. То есть это выгодно. Да, спонсоры Олимпийских игр. При этом некоторые партнеры являются международными. Очевидно, выгода есть и от проведения крупных спортивных мероприятий. Это и спортивные объекты, которые никто с собой после игр не увезет. Это и развитие международного туризма. Да и наш спорт от этого выиграет. Посмотрите на наших спортсменов. 34 атлета из Московской области представляют сборную команду России. Это здорово. Спасибо, Сергей Николаевич. Это была рубрика «Главная тема привого эфира главы». Мы продолжаем программу. У нас есть первый сюжет. Он о событии, которое стало, я, наверное, не преувеличиваю, важной вехой в современной истории Подмосковья. Это доклад, программный доклад губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который называется «Идеология лидерства». Мы смотрим видео от очевидцев этого события. В Доме правительства Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Мы разработали и в этом году приступаем к внедрению стандартов поликлиника Подмосковья. Будем строить новые объекты и приводить в порядок старые. Начнем с создания условий для детей. Правительство Московской области начало комплексно решать проблему миграции во взаимодействии с ФМС, МВД и прокуратурой. В первую очередь мы снизили квоту на иностранную рабочую силу. Сейчас у нас предъявили. Важный вопрос – сокращение очереди в детские сады. Проблему решают в ускоренном темпе. Только за прошлый год в Подмосковье построили 100 детских дошкольных учреждений. Уделяют внимание и школьникам, многие из которых еще вынуждены учиться во вторую смену. В 2013 в Московской области построили 17 современных школ. Губернатор отметил, что в регионе остаются и такие нерешенные проблемы, как состояние жилищно-коммунального хозяйства, ветхое и аварийное жилье, общественный транспорт и ремонт дорог, решать которые следует постепенно и сообща для достижения эффективных результатов. По всем показателям идеологии роста Ленинский район находится в фарватере политики губернатора Московской области. И, конечно, мы хотим стать и лидерами. Лидерами в работе, в жизни, в оказании условий для проживания комфортного наших жителей. По итогам обращения губернатор Московской области отметил, что удалось дать старт переменам, которые заметны людям. И в планах на 2014 год продолжить эту работу. Лариса Вольнова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ. Сергей Николаевич, в продолжении сюжета я процитирую цитату одного политика. «Идеология лидерства – это нечто большее, чем инструкция к действию. Это не только наши приоритеты, но и надежды». Поясните. Как я поняла, доклад губернатора – это своего рода отчета о проделанной работе. Разве не так? Да, это и отчет, и подведение итогов, и наметки на будущее. Надо так понимать обращение главы региона. Большая часть выступления у Андрея Юрьевича была посвящена вопросам социальной политики. Строительству детских садов, школ, развитию института приемных семей. Губернатор предлагает работу правительства, депутатов, глав муниципальных образований, направить на то, чтобы главная инвестиция, человеческий фактор, человеческий капитал стала в Подмосковье определяющим фактором роста экономики. Только таким образом Московская область может внести главный вклад в задачу президента России по созданию современных высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году. К 2020 перспектива. Это что касается Подмосковья, а конкретно Ленинский район? Ленинский район, как и все Подмосковье, должен оставаться территорией роста, поэтому особое внимание надо уделить социально-экономическим показателям, повышению инвестиционной привлекательности нашего района. Впрочем, позитивные изменения должны произойти во всех отраслях. Как сказал губернатор, необходимы профессионализм и человеческое отношение. Только тогда мы сможем говорить об умной социальной политике. Вообще, Сергей Николаевич, 2014 год, самая ближайшая на наши перспективы, мы уже в ней находимся. Это особый год и для Ленинского района, и для Московской области, ну и для страны. Столько значимых событий. Олимпиада. Конечно, особый 2014 год юбилейный для нашего Ленинского района и Московской области. Мы ровесники. Нам исполняется 85 лет со дня образования. В каждом поселении спланирован комплекс праздничных мероприятий. Очень скоро нас ждет еще одна памятная дата. В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. Важно каждому ветерану, а их в районе у нас сейчас проживает около 1800 человек, уделить персональное внимание и оказать поддержку. Спасибо, Сергей Николаевич. Мы продолжаем нашу программу, переходим к другим темам и поговорим об очень важном процессе, который имеет место быть сейчас, в наше время. Это переформатирование общественных муниципальных палат. Этот процесс идет и у нас. Давайте посмотрим об этом сюжет. Общественная палата Ленинского района работает в течение года. За это время решен ряд важных для населения вопросов. И один из основных, по мнению председателя коллегиального органа, организация работы детской поликлиники. И на данный момент уже больше половины всех замечаний в работе поликлиники уже устранены. Кроме того, при вмешательстве общественной палаты и представителя уполномоченного по правам человека по Московской области в Ленинском районе решена проблема жителей деревни Петрушина, которые на протяжении нескольких лет не могли добиться проведения газа к своим домам. В течение года работает комиссия и по сохранению усадьбы Тимохова-Саласкина. Благодаря проведенной работе компания «Даверна» изменила первоначальный план застройки территории. Вместо трех высоток появятся два жилых дома. Усадьба должна вернуть свои исторические границы. Сейчас это три гектара. Вся территория усадьба – это 9,4 гектара. И считаем, что она должна возобновиться в своем первоначальном виде. Это основная цель нашей рабочей комиссии, то, о чем мы пришли к заключению. Одна из важных тем состоявшегося заседания – совершенствование механизмов формирования общественных муниципальных палат. Об этом говорил губернатор Московской области на заседании Высшего совета в декабре прошлого года. На сегодняшний день процесс переформатирования независимого коллегиального органа уже запущен. Изменится порядок его формирования. Кандидатов станут утверждать в равной степени губернатор Московской области, региональная общественная палата и советы депутатов районов. То переформатирование общественных палат, которое проходит, оно предполагает привнесение пользы в этот процесс. То есть более широкое вовлечение жителей в процесс общественного контроля за деятельностью местной власти, региональной власти, федеральной власти, то есть всех уровней власти. С 10 февраля начался сбор заявлений и документов от лиц, которые хотят войти в состав муниципальных общественных палат. Обсуждение кандидатов будет повсеместное, то есть жители сами будут решать, кого они хотят видеть в составе палаты. Состав общественной палаты Ленинского района определен в 30 человек. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сергей Николаевич, процесс переформатирования общественных палат сейчас находится в активной фазе. Вот, к примеру, я читаю в новостях. По последним данным, самое большое число заявлений на вступление в муниципальные общественные палаты Московской области поступило из Ленинского и Пушкинского районов. 30 и 22 кандидата соответственно, сейчас уже, наверное, больше. Заявки поступили в основном от молодых людей с активной жизненной позицией. Например, Анастасия Беляева и Вячеслав Краснонос из Ленинского района увлекаются конным спортом, занимаются благотворительностью. Ваше мнение о том, что происходит? Что даст нам переформатирование? Важно, чтобы любое изменение шло на пользу. Надо сказать, что у нас действительно активное население, активные граждане, и это хорошо. И при этом, давайте начнем с того, что реформирование общественных палат муниципальных образований осуществляется общественной палатой Московской области при участии Московского объединения и организации профсоюза. Также к этому процессу подключена торгово-промышленная палата Московской области, адвокатская палата Московской области, ну и, конечно, при участии наиболее авторитетных общественных организаций все это проходит. То есть, вот давайте на этом остановимся. Это процесс сверху, да? Это не революция, это управляемый, но все равно широкий общественный процесс. Ну, далее, как бы по порядку. Формирование новых палат – это длительный и тщательный процесс. Он проводится в три этапа. Первый этап – выдвижение кандидатов в члены общественных палат. Он сейчас проходит, и надо сказать, что он будет идти до 1 марта. Одно из важных условий выдвижения – это проживание кандидата с официальной регистрацией на территории муниципального образования. То есть, это может быть только житель Ленинского района, на неприезжие, непроезжие, незаезжие. Это важно. Да, это важно. Общественная палата Московской области по окончании первого этапа от каждого муниципального образования получает список выдвинутых кандидатов в члены общественной палаты. Ну, это вот первый этап, да? Вот он уже 28 февраля заканчивается, времени так много осталось. Так и есть, да. И этот этап завершится 1 марта. Дальше вступит в следующий этап, но в этом или позже, или... Хорошо. Вы знаете, Сергей Николаевич, у нас есть еще один сюжет на эту тему на самом деле. Я, может быть, все-таки завершу, чтобы была логика. Значит, итак, первый этап выдвижения, процедура проведения этого этапа, как мы уже сказали, в себя включает участие кандидатов в различных открытых дебатах, обсуждения на собраниях трудовых коллективов. Одним словом, это широкая форма, где кандидаты представляют свои программы. Надо сказать, что итогом второго этапа станут списки, рейтинги кандидатов палаты, которые направляются в общественную палату Московской области, а дальше предоставляются губернатору и в советы депутатов муниципальных образований. Ага, то есть возвращаются в советы депутатов. Наконец, третий этап. Отбор и утверждение членов общественных палат. Здесь треть от палаты утверждает губернатор области. Вторую треть утверждает совет депутатов муниципального образования, после консультации с главой муниципального образования. И оставшаяся треть от состава палаты утверждается общественной палатой Московской области. Продолжительность третьего этапа с 1 по 30 апреля. Вот такой вот тернистый путь к местам в новом представительном органе. Сергей Николаевич, ну на самом деле сложно. Что бы хотелось, конечно, чтобы в состав общественных палат вошли люди конструктивные. Почему? Потому что основная функция общественной палаты, предполагаемая, это контроль власти. И не только местной власти, а и региональной, областной власти, и федеральной власти. Почему? Потому что не может быть несвязанной власти между собой. И поэтому важно, чтобы люди, которые вошли в состав общественной палаты, были компетентны, профессиональны, неравнодушны и конструктивны. Чтобы предметом их диалога и их участия в этом представительном органе был как контроль за действиями администрации, как мы говорим, чиновничества, но еще и конструктивное участие в процессе управления, местного управления, местного самоуправления. Потому что, пожалуй, самая трудная как раз работа проводится на земле. То есть здесь, непосредственно на территории. И, конечно, предметом может стать различные формы участия. Это и серьезная работа по формированию бюджета местного поселения. И, соответственно, тех пропорций, которые, наверное, должны быть у бюджетов местных, региональных, федеральных, словом, всего того, что делает жизнь людей, жителей здесь на территории лучше, комфортнее. Потому что, если это просто будет форма митинга, то толку от этой общественной палаты не сложится. У нас есть общественная палата, она работает достаточно неплохо. И мы, собственно, и пошли на реформу, чтобы придать еще большую действенность, большую открытость, публичность. Профессионализм самое главное. Мы хотим увидеть в палате профессионалов, людей неравнодушных. Поняла, Сергей Николаевич. Как я уже сказала, у нас есть еще один сюжет на эту тему. Как раз сегодня к нам приезжал наш куратор. Человек, который курирует нас от общественной палаты Московской области. Помогает нам в реформировании общественной палаты в муниципалитете. И, естественно, мы не могли обойти вниманием его визит. Взяли интервью. Внимание на экран. Посмотрим, что у нас получилось. Губернатор Московской области совместно с Высшим Советом приняли решение о переформатировании деятельности муниципальных общественных палат. Цель – создать эффективный механизм контроля деятельности органов местного самоуправления. Сейчас ситуация с общественными палатами обстоит таким образом, когда большая часть ее представителей – работники госструктур, в том числе депутаты, что негативно сказывается на реальной пользе палат. Мы ожидаем более активную деятельность муниципальных общественных палат по общественному контролю за деятельностью органов местного самоуправления. Мы считаем, что муниципальные общественные палаты – это должны быть такими институтами так называемого нулевого чтения, где те или иные инициативы, проекты, решения перед их принятием обязательно направлялись на рассмотрение муниципальной общественной палаты. И члены муниципальной общественной палаты высказывали свое мнение по тем или иным вопросам, которые касаются всего муниципального образования. 10 февраля в Московской области начался процесс выдвижения кандидатов в состав новых общественных палат и будет продолжаться до конца месяца. Подать заявки могут лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, не имеющие судимости и не являющиеся госслужащими. Если человек состоит в какой-либо политической партии, на время работы в палате он обязан приостановить свое членство. Ленинский район достаточно высокая активность. У нас два пункта. Относительно небольшой город. Это немало. Я напомню, что всего в Московской области 140 таких пунктов. Насколько я знаю, более 30 человек уже сдало документы в состав муниципальной общественной палаты и достаточно большое количество зарегистрировало с помощью специального сайта. Проголосовать за кандидата в муниципальную общественную палату можно в интернете и с помощью специальных купонов, печатных СМИ. Юлия Погасян, Александр Ильи, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Сергей Николаевич, чем больше я наблюдаю за этим общественным процессом, тем больше, мне кажется, что это те самые реформы, которые уже давно назрели в нашей стране. Может быть, так и есть? Как вы считаете? Конечно, всегда жизнь не стоит на месте и общество и требует перемен. Это нормальный, хороший процесс, потому что мы развиваемся, нам становится тесно уже в рамках того процесса, который мы прошли, и общественного процесса в том числе. Я тоже хочу верить в то, что это будет полезное дело, что это не просто станет говорильней, что это не просто станет процессом выдвижения, скажем, случайных людей, не дай бог. Это действительно должны быть профессионалы. Профессионалы в экономике, профессионалы в юриспруденции, профессионалы по многим направлениям жизни. И тогда у нас получится хороший, классный общественный орган. Сергей Николаевич, у нас, по-моему, есть даже звоночек на эту тему. Есть звонок, да? Алло! 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 Алло, здравствуйте, мы вас слышим. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, здравствуйте, Владимир. Задавайте вопрос. Недавно прочитал в газете, что можно устроиться на работу в общественную палату района. Вот у меня график свободный, времени много. Как туда устроиться? Спасибо, Владимир. Сергей Николаевич, как туда устроиться? Вот что могу сказать. Членом общественной палаты района может стать гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в нашем районе, достигший возраста 18 лет. Если вы государственный или муниципальный служащий, депутат представительного органа муниципального сообразования или состоите в политической партии, вход в общественную палату для вас закрыт пока. Если же нет, добро пожаловать, проходите первый этап отбора, регистрируйтесь на сайте и вступайте в конкурентную борьбу с другими кандидатами. Единственное, хочу сказать, что это общественная работа. Это работа, за которую деньги не платят. Это вот как раз те неравнодушные, компетентные люди, которые могут стать реальными проводниками общественного мысли, общественной надежды, общественного желания. И вот в этом случае хочу пожелать и вам успехов, и всем тем, кто этого хочет. А Владимир, вы с нами еще? Алло. Он, по-моему, как раз хочет на работу устроиться. Сергей Николаевич, мне страшно за общественную палату. Я надеюсь, что процесс будет позитивный, и у нас будет очень интересное представительство в новой общественной палате района. Напомню, что у нас в новой общественной палате Ленинского муниципального района будет 30 человек. Мы продолжаем программу, смотрим следующий сюжет. Он очень интересный. Внимание на экран. Согласно программе губернатора Московской области, в каждом районе и городе Подмосковье будут создаваться пешеходные зоны. Уже разрабатывается концепция создания таких зон и в городе Видное. Территориально они будут расположены в районе Терычева, а также пройдут по улице Заводская, до поликлиники и от площади по советскому проезду до Тимоховского парка. Предполагается расширение дороги основной с гостевыми стоянками, с развитием шопинговой зоны, где будут магазины, ярмарки выходных дней. Парки будут расширяться, дорожки будут улучшаться. Пешеходные зоны – это прежде всего зоны отдыха. Удобные, комфортные и безопасные. Вот отличное место для прогулок с детьми или занятия велосипедным спортом. Я отношусь положительно к этому вопросу. Поэтому я считаю, что можно здесь зону сделать такую пешеходную, без машин. Хотя бы где-то можно будет пройти, спокойно погулять с колясками, с детьми, с пенсионерами. Так что очень положительно. Для того, чтобы люди привыкли к нововведениям, уже сейчас в районе первой зоны на время выходных дней с 10 до 15 часов перекрывают движение. И так теперь будет каждые субботу и воскресенье. Конечно, возникает вопрос – а как быть автомобилистом? Ведь город и так перегружен машинами. Заторы и так проехать негде. Поэтому пешеходная зона из перекрытия будет, люди будут вокруг объезжать. Все равно нужна дорога. Все равно пробки будут. Конечно, пробки будут. Заместитель главы администрации Ленинского района прокомментировал эту ситуацию. Не бывает пешеходная зона и столько же автомашин. Поэтому людям придется ужаться. Но это же делается для них же самих. Они поймут, что это правильно. Значит, будем разрабатывать схемы проезда, чтобы люди могли как-то объехать по параллельным улицам. Первая пешеходная зона появится уже в этом году. Работу предстоит сделать большую, но она того стоит. Он и так красивый город, а тогда еще будет лучше. Так что совсем скоро советский проезд преобразится и станет маленьким Арбатом города Видное. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Вот такой вот сюжет, Сергей Николаевич. И хочу сказать, что создание в подмосковных городах пешеходных зон правительство Московской области уделяет самое пристальное внимание. Вы, наверное, об этом больше, чем я знаете. Я вам больше скажу. Современное понятие пешеходная зона давно уже перестало означать место свободное от транспорта. Недостаточно просто проложить узкую полоску асфальта, недоступную для машин. Сегодня пешеходные зоны должны выполнять еще функции отдыха и досуга. Здесь должны быть удобные лавочки, красивое освещение. Может быть, и торговые точки, но оформленные в надлежащей эстетике, качественные по своему содержанию. И если хотите, и доступный интернет, и детские мини-аттракционы, это тоже входит в понятие пешеходная зона. А вот, Сергей Николаевич, в городском поселении Видное уже объявили конкурс. Он идет. Его объявили, если не ошибаюсь, в конце прошлого года. Это конкурс на разработку концепции единого архитектурного стиля. И мне интересно, конечно, какие будут результаты у конкурса, но мне больше интересно, вы как видите себе единый архитектурный стиль Видного? Знаете, на мой взгляд, наверное, первостроители нашего города, молодого еще города, когда закладывали город, создавали, планировали, наши архитекторы, да, они были молоды, они были амбициозны, и, конечно, они хотели, чтобы город получился красивый и светлый. И вот даже в репортаже, который мы сейчас слышали, мы чувствуем и видим, что люди любят наш город. Видно, очень красивый, достойный город, очень аккуратный по своей структуре. И хотелось бы, конечно, чтобы и пешеходная зона была комфортной для горожан. Я уже выше говорил о том, как представляю ее себе, и это действительно должен стать наш маленький, как и во всей стране, да, наверное, маленький Арбат. Это должна быть комфортная улица, улица, на которой бы люди собирались в выходной день, для того, чтобы пройтись, встретиться, побеседовать. Одним словом, это досуговая, очень отличная форма. И, конечно, масса нам необходимо сделать еще дел для этого. Но мы будем это делать, потому что мы чувствуем поддержку горожан, и вы ее тоже видели вот в показанном сюжете. Да, людям нравится эта идея. Спасибо за ваш ответ. Мы продолжаем программу. Мы поговорим про превратности погоды. Снега нет, но работы у коммунальщиков хватает. Сюжет об уборке в зимнее время, по весеннему. Вот так вот, словом и лопатой, работники ручного Трудовидновского ДРСУ каждый день выходят на проблемные участки дороги. Там, где припаркованная автомобиль и крупногабаритная техника, работать не может. Как правило, в смену на уборку снега и льда выходит человек 12-14, которые работают и в городе Видно, и в поселениях Ленинского района. Но в случае необходимости нанимают дополнительную рабочую силу. Порой до 40-50 человек. То же касается и спецмашин. К примеру, вот этот экскаватор-погрузчик GCB, привлечённая со стороны техника, с наледью на дорогах справляется на отлично. У Видновского ДРСУ забот хватает, но работа закипает в полную силу, когда город спит. Из-за интенсивности движения днём мы приоритет отдаём ночной работе. Больше убирается снега на прямых участках, там, где нет машин по обочинам. Переменчивая погода этой зимы ставит перед коммунальщиками свои цели. В первую очередь, очистка водостоков. Это всё происходит вручную. Долбят селомиками, дорожные рабочие. Очень трудоёмкий труд. Конечно, первоочередная задача – расчистка центральных улиц с интенсивным движением. Но из межквартальных проездов снег вывозят по графику. Если бы не припаркованные автомобили, работа была бы более эффективной. С тараньями зимы или же коммунальщиков на дороге и тротуары сегодня остались практически без снега. Убирают, нечего сказать. Вот я на проспекте живу, там у меня нормальное бывает. По городу, по городу вопросов нет пока что. Доволен, всё хорошо, всё отлично, всё прекрасно. Мне даже кажется, что снег слишком уж убирают, потому что детям нельзя кататься на санках. У меня двое детей, поэтому вот такой наш ответ. Ну а так, в принципе, нас всё устраивает. Но как бы ни старались рабочие сферы ЖКХ, пешеходам всё же надёжнее перемещаться по городу в резиновых сапогах, если у февраля весеннее настроение. Выравнивать надо, чтобы не было вот таких луж. И не было вот таких застоев воды. Но это уже задача на перспективу. Внештатными сотрудниками Видновского ДРСУ работали Татьяна Акимова и Алексей Ильин. Видное ТВ. Спасибо нашим коллегам за сюжет. А у меня есть вопрос от зрителей. Сергей Николаевич, он через социальные сети поступил. Алексей Матвеевич Сухотин из Видного спрашивает. В прошлом году зима пришла только в марте. Снега выпало столько. Если помните, даже на машине нельзя было проехать. Ничего не помню. В этом году, похоже, то же самое будет? В этом году мы точно справимся, как и в прошлом году достаточно эффективно справились. Тем более, что совсем недавно в парке Видновского ДРСУ прибыло. Была выделена целая целевая субсидия. 9 миллионов рублей на приобретение коммунальной техники. Закуплены две дорожные машины. Это песко-разбрасыватель, на который можно устанавливать дополнительное оборудование для уборки снега. И подметальная машина с прицепом с эффектным названием Бродвей. Бродвей. Это немного. В прошлом году в это же время мы вывезли уже в три раза больше 10 тысяч тонн снега. А в марте, вот прошлого года, после известных снегопадов, думаю, наши телезрители помнят, цифра зашкалила аж за 30 тысяч тонн снега. В плане на эту зиму у дорожников значится цифра 18 тысяч тонн снега. Это вот сопоставимо с прогнозом погоды. Но будущее покажет, все зависит от нашего климата. Сергей Николаевич, у нас, по-моему, звоночек есть. Есть, да, звоночек? Алло, алло, говорите, мы вас слушаем. Алло, Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Это, добрый вечер. Вас беспокоит Даниил Александрович из города Видное. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда будет строиться новый корпус новой инфекционной больницы? Вопрос-то вообще очень затянулся. Старые корпуса уже никуда не годятся. Как вы думаете, когда этот вопрос будет более ясен для наших жителей? Ну и, конечно же, для меня. Да, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Да, хочу сказать, Даниил Александрович, что мы, безусловно, не отодвинули в сторону строительство инфекционной больницы. Работа идет. Не так давно был проведен аукцион на проект строительства инфекционного корпуса Видновской районной клинической больницы. В результате необходимой процедуры выбран подрядчик, который уже подписал контракт. Мы встречались с представителями этой организации. Ее название «Мост за рубеж строй». Ждем, что они в установленной законодательством строки представят нам проектно-сметную документацию. И следующий этап – очередной конкурс уже на производство строительства монтажных работ. Он состоится в третьем квартале этого года. Это нам необходима инфекционная больница. И нам действительно будет комфортно, если у нас в пределах одного больничного городка появится мощный, сильный медицинский кластер. Надо сказать, и, Даниил Александрович, хочу добавить, что помимо инфекционной больницы у нас в планах еще и развитие перинатального центра нашего родильного дома. Мы планируем также еще построить корпус детской реабилитации новорожденных. Это будет удобно. Отделение патологии новорожденных у нас есть. Вот еще появится реабилитация. А если вы помните, то бывшее помещение пансионата нашего или профилактория нашего Москокса, оно сейчас будет переоборудовано также в реабилитационный центр, но только для взрослых. То есть люди, которые имеют проблемы с опорно-двигательной системой, они смогут там получить квалифицированное лечение. И все это в пределах одного крупного больничного комплекса. Это удобно, это функционально, это сразу многопрофильность лечебных услуг. И думаю, что таким образом будем двигаться, Даниил Александрович. Прекрасно. Спасибо, Сергей Николаевич. Мы уходим на рекламу. Не переключайтесь, мы вернемся. КОНЕЦ Я же не юрист, я не должен знать все законы. Да все так покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, вдруг выгорит. Ну да, обманутый дольше. Принимай взрослые решения, знай закон и стройся. Дарите подарки любимым и близким. Праздничный ассортимент украшений в ювелирных магазинах «Голд» и «585». Купи одно, второе дарим. Я рисовал город будущего, потому что память, чем в школу пойти. Я нарисовал, позор наявил Тайон. Что-то горка получилась, как ракета. Я рисовал, рисовал в опарку. Это больница, чтобы детки все были здоровыми. Здоровье, образование и всестороннее развитие детей – это и есть наши налоги. Ваши налоги идут на добрые дела. Приглашаем вас в салон красоты «Арт и шок». У нас работает парикмахерская, кабинеты косметологии, массажа, маникюра и педикюра, а также банная СПА, солярий, фотостудия и школа визажа. Наш адрес – город Видное, улица Березовая, дом 3. Продолжаем программу. Вы смотрите Видное ТВ. Прямой эфир главы Ленинского муниципального района Сергея Николаевича Кошмана. У нас следующий сюжет. Внимание на экран. Через Афганскую войну другие локальные войны и конфликты прошли тысячи советских и российских военнослужащих, гражданских специалистов. История этих событий написана кровью солдат, слезами жен, матерей. В глубине души у каждого настоящего защитника Родины эти события будут жить вечно. Ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, представители власти, предприятий, учреждений, общественных объединений, ветераны боевых действий, военного конфликта возложили цветы к вечному огню и монументу «Солдатский долг» на Аллее Славы в память о погибших в афганской войне. Ребята погибли не зря, потому что они на 10 лет отодвинули этот вал наркотиков, от которых у нас ежегодно гибнет более 20 тысяч человек за один год. В этот же день у кинотеатра «Искра» состоялся и митинг, посвященный памяти россиян, погибших за пределами Родины и 25-летию окончания Афганской войны. Посмотрите, сегодня в одном строю стоят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, ветераны других локальных войн, молодежь. Это единый строй, и мы не должны никогда забывать о нашей истории. В Афганистане боевали ребята из нашего Ленинского района. Теперь они уже многоиспытавшие взрослые мужи. Им были вручены юбилейные медали в память 25-летия окончания боевых действий. Он начал с рядового заряжающего, дошел до сержанта, до командира танка. Я горжусь, что я была там, потому что мы дали мировому терроризму по зубам еще тогда, потому что не было этого бы, то мы бы давно захлебнули с крови. 14 тысяч солдат не вернулись домой. Среди них есть и наши мальчишки. Афганцы ведь, в свою очередь, воспитывались на примере наших отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны, а те воспитывались на основе прадедов. Людмила Медведева, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Спасибо нашим коллегам за интересный сюжет. А у нас вопрос от зрителей Сергей Николаевич. Он пришел на электронную почту пресс-службы главы. Сергей Николаевич, сейчас много говорят про расселение людей из аварийных домов. От Евгения вопрос. Нас будут когда-нибудь расселять? Живем в Суханово, в Развалюхе, и конца края этой убогой жизни не видно. Сложный вопрос, но решаемый. У нас есть подвижки в этом направлении. Работу по расселению аварийного и ветхого фонда мы ведем. Ведем в соответствии с поручением губернатора. В первом июле мы должны предоставить в область выверенные программы расселения с адресами и сроками. Параллельно организуем капитальный и текущий ремонт жилищного фонда. В администрации района совместно с администрациями городских и сельских поселений сформирован перечень многоквартирных домов для включения в региональную программу капитального ремонта, которая запускается в регионе с 1 мая. Конечно, если бы было больше средств на территории, то есть у нас в бюджете местном, мы бы справились давно с этой задачей. Но дело в том, что бюджеты так устроены разных уровней, что, к сожалению, в местном бюджете денег крайне мало. Денег хватает только на самое необходимое. Мы также рассчитываем, что, возможно, будет и региональная программа, то есть областная, более масштабная, что, может быть, появится и федеральная более масштабная программа, наполненная деньгами. Потому что это важно для решения того, чтобы люди, наконец, уехали с этих трущоб, с этих развалюх, о которых говорят наши жители, которые проживают, к сожалению, в этих домах. Это не здорово. Но что касается позиции районной власти, мы максимально будем этим заниматься и этим занимаемся. Спасибо, Сергей Николаевич. Мы продолжаем программу очередным сюжетом. И на этот раз мы поговорим о новом дошкольном отделении 6-й Витновской школе. Палец толстый и большой. Помогайте, в сад за сливами пошел. Указательный с порога. Указал ему дорогу. Воспитательный процесс в детском саду не должен останавливаться ни на минуту, уверена воспитатель-методист с почти полувековым стажем Валентина Дмитриевна Бакланова. Воспитанники замечательные. Садик красивый. Ну, здесь просто благодать. Вы понимаете, приходишь сюда, как на праздник, и детей встречаешь, и они тебя с улыбкой. Ну, я, например, радуюсь своей жизни. Мне здесь нравится. Нравится здесь и ребятишкам. За первые дни у них появились и новые друзья, и новые игрушки. Мне понравились игрушки. Мечи. Еще машины. Все мне понравилось. Ребята быстро осваиваются на новом месте. С удовольствием играют в ролевые игры. Доктор Вика любезно согласилась полечить и меня тоже. Открытие маленького детского сада на 40 мест финансировалось из средств районного бюджета. Более 8 миллионов рублей потратили на ремонт и оснащение помещений. Вся мебель здесь новая, качественная. Предусмотрены все необходимое игровое оборудование для развития наших детей. Также мы предусмотрели необходимое игровое оборудование на территории этой школы. Здесь и тренажеры детские специализированные, и песочницы, и игровое оборудование. Я думаю, что нашим детям будет здесь комфортно, и они с удовольствием будут посещать этот детский сад. А для шестой школы появление дошкольного отделения стало новым этапом в развитии. Модель выпускника любой школы – это всесторонне развитая личность. И я думаю, что вот это развитие, которое начиналось раньше с начальной школы, в нашей школе начнется с дошкольного образования. В целом же для района открытие этого маленького детского сада – еще один шаг в решении наиважнейшей проблемы – проблемы ликвидации очереди в дошкольные учреждения. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Прекрасный сюжет, но тему, которую бы я хотела обсуждить, далеко не такая радужная. Не так давно мы все испытали шок от трагедии, которая произошла в московской школе, когда подросток пронес в школу оружие. Охранник успел нажать аварийную кнопку, но трагедию это не предотвратило, к сожалению. Сергей Николаевич, давайте поговорим об этом. Вот не пора ли нам всем задуматься о том, что подход к решению вопросов безопасности в образовательных учреждениях нужно менять, и менять как можно скорее? Знаете, эта трагедия показала, что опасность может прийти совсем не с той стороны, с которой ее ожидаешь. Конечно, для охраны стало неожиданностью, что угрозой для школы окажется сам ученик. Для нас этот случай стал прецедентом, поэтому тактика в системе безопасности школ должна несколько поменяться. Но нельзя сказать, что мы в Ленинском районе не готовы к подобным ситуациям. Судите сами, у нас все объекты образования оборудованы кнопками экстренного вызова, наряда полиции. К концу 2013 года нам удалось решить проблему оборудования всех образовательных учреждений системами видеонаблюдения. Управлением образования ведется поэтапная работа по оборудованию объектов образования охранно-тревожной сигнализации по периметру здания с выводом сигнала на пункт охраны объекта. В настоящее время подобными системами уже оборудована почти половина учреждений. Основной проблемой в обеспечении безопасности школ является организация самой физической охраны, точнее сказать, ее финансирование. За счет средств муниципального бюджета содержатся сторожа, которые осуществляют охрану в вечернее и ночное время, а также в выходные дни. Специализированная охрана в 26 учреждениях образования содержится за счет пожертвований родителей учащихся и воспитанников. Это не дело. Не собрали денег и нет никакой охраны. Здесь должна быть другая система. И мы, безусловно, над этим задумываемся и ищем для себя решения. Надеемся на поддержку других уровней власти в этом серьезном, важном государственном вопросе. Сергей Николаевич, ну вот тут же еще вот в чем дело. Вот в школе, где произошла эта трагедия, где мальчик расстрелял и учителей полицейского, система безопасности сработала. Кнопку-то сторож успел нажать, охранник. Но вот сработало, люди погибли. Так может быть, эта система устаревшая? Может быть, зря мы вот эти кнопки аварийные устанавливаем, видеокамеры, вот везде деньги вбухиваем такие. Может быть, что-то более действенное должно? Знаете, думаю, что комплексная безопасность застегает с реализацией целой системы мер правового и революционного характера. Вот может стоить подумать о том, чтобы в каждом образовательном учреждении должен быть введен контрольно-пропускной режим, который позволит исключить бесконтрольное пребывание на территории и в помещении учреждения посторонних лиц, либо несанкционированный проезд на территорию школ автотранспортных средств. Должен проводиться ежедневный предупредительный контроль состояния чердаков, подвалов, эвакуационных путей. Надо следить за исправностью средств пожаротушения. А то мы готовились отразить атаку террористам, провороним пожар. Нет в ежедневной работе мелочей. Важно об этом помнить и, безусловно, предпринимать меры. Мы этим занимаемся и будем заниматься. Да, надо быть готовым ко всему. Спасибо за ответ. У нас следующий сюжет о капитальном ремонте в детском саду поселения Молоковская. И дети, и сотрудники детского учреждения очень рады, что у них впервые за 30 лет существования детского сада сделан капитальный ремонт. Заменены, значит, у нас радиаторы, заменена вся теплоснабжающая система, заменена вся электропроводка, светильники. Гордость детского сада – музыкальный зал, дизайн которого создавали сотрудники учреждения. За счет подсветок на потолке можно увидеть и солнце, и облака. Но самое важное – теперь этот зал совмещает в себе и физкультурные занятия. Встроенная мебель теперь вмещает в себя спортивный инвентарь, а в шкафах разместилась большая костюмерная. Зал очень хорошо оснащен и звуковым оборудованием, и дидактическим посодием, наглядным материалом, и всеми необходимыми материалами. За счет совмещения в одном зале двух занятий освободилось большое помещение, в котором будет открыта дополнительная группа. Мы сейчас принимаем еще 30 ребятишек в эту новую группу. Группа оснащена абсолютно всем, современное все оборудование, вся современная мебель. Долгожданный ремонт выполняется из средств города Москвы, выделенных Ленинскому району, который нашел возможность более 10 миллионов направить в детское дошкольное учреждение в селе Молоково. Работой производит ремонтная бригада строительного управления 38, который еще предстоит закончить в полном объеме все намеченное, включая фасад здания. Бригада обязалась поставить новый забор, построить летние веранды. Ремонт в детском саду продолжается, но мы надеемся всем коллективам, что СУ-38 строительное управление закончит ремонт добросовестно и качественно. А то, что уже сделано, радует всех детей, воспитателей и родителей. Я мама троих детей, двое из детей ходят в этот сад. Все очень красиво, новое, свежее. Ребенок вообще в восторге. Спасибо! Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Сергей Николаевич, не могу не спросить. Вопрос всегда актуальный. Как у нас с очередью в детские сады? Нам есть еще над чем работать. Несмотря на то, что мы в 2013 году ввели в строй 4 новых детских сада, в 2012 ввели тоже 4 детских сада, за 2 года 8 детских садов. Ну, это немало для такого района, как наш. А деток сколько родилось? У нас много. Слава Богу, это здорово. У нас действительно большой и хороший прирост, если, конечно, его сопоставлять в абсолютных цифрах. Хотя хотелось бы, чтобы нас было больше. Чем нас будет больше, тем будет лучше. Но вернемся к детским садам. Надо сказать, что все, что связано с дальнейшим решением этой задачи, находится в ведении администрации района. Мы планируем в этом году произвести завершение работ на трех детских садах, переданных нам Москоксом. Также планируем ввести в строй 2 новых детских сада. Говоря также о перспективах, хочу сказать, что это микрорайон номер 6 города Видного и микрорайон Бутово парк, что касается детских садов. А если говорить о увеличении проектной мощности учреждений дошкольных, то это увеличение мест в трех детских садах, которые мы получили от завода Москокс, которые мы купили от завода Москокс. Также мы будем решать вопрос расширения мест в детском саде номер 10 «Ласточка». И, собственно, это то, что касается этого года. Наша главная задача к 2015 году сделать так, чтобы очереди в детские сады в Ленинском районе не было. Мы убеждены, что с этим можем справиться и, безусловно, справимся. Спасибо, Сергей Николаевич. У нас вопросы от зрителей есть. Семья Перетечиковых интересуется. На вашем отчете, Сергей Николаевич, который проходил в Петровском, вы рассказывали о новых дорогах, которые появятся в Ленинском районе. Мы живем в сельском поселении Булатниковское. Ждать нам новую дорогу или нет? В наших перспективных планах есть даже не одна дорога, а несколько. Утвержденными генеральными планами поселений Видное и Булатниковское предусмотрена автомобильная дорога Солнцево-Бутово-Видное, которая соединит Варшавское шоссе, Каширское шоссе, автомобильные дороги, Крым и Дон. Можно будет объезжать город Видное также. Эта дорога даст дополнительный выезд из города через 6-й микрорайон на Каширское и Варшавское шоссе. Рядом со временем будет проложена линия скоростного трамвая, который соединит 6-й микрорайон с железнодорожными станциями Расторгуево-Бутово и ближайшей станцией метро. Это хорошее дело, которое будет реализовано за счет внебюджетных средств. Вообще очень и очень многое мы делаем за счет внебюджетных средств, за счет инвестора, то есть за счет тех строителей, которые осуществляют на территории района свою строительную деятельность. Спасибо за ответ. Мы продолжаем программу. Внимание на экран. Всемирный день православной молодежи в России отмечается с 90-х годов в Подмосковье в Ленинском районе с 2007 года. Мероприятия, проводимые в рамках этого дня, направлены на формирование у молодежи интереса к традициям русской православной церкви. Церковь помогает тем, что она пытается людям напомнить о заповедях Христовых, говоря о том, что в течение двух тысячелетий эти заповеди были основой жизни каждого человека. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев поздравил всех с праздником Срединья Господня, пожелав молодым не в старости, а в юности осознать христианские заповеди и жить по ним, ведь они имеют двухтысячелетнюю историю, знать которую нужно каждому. Видновскому болгачению Алексей Селезнев передал сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения православной литературы. Наше общество надо укреплять, укреплять, я считаю, в первую очередь духовно. Мы можем говорить об экономике, о многом другом, да, но мы мало говорим о духовном укреплении. А это надо делать обязательно. Ни одна экономика без этого, на мой взгляд, не поднимется. Вот это вместе с болгачением мы и стараемся делать. В программе проведения Дня православной молодежи этого года был объявлен и фотоконкурс «Моя церковь», в котором приняли участие молодые люди. В следующем году мы хотим расширить состав участников. Если в этом году это были исключительно молодые люди, то есть до 30 лет, то в следующем конкурсе уже будет принимать участие несколько возрастных групп, в том числе и группы старше 30 лет. В концерте, посвященном Дню православной молодежи, приняла участие уже полюбившаяся в нашем городе инструментальная группа «Капли дождя», сложившаяся на базе Георгиевского храма, руководителей солист, священнослужитель Олег Асачий и известная уникальная по своему исполнению песнопений группа «Ихтис». Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Бустлаева, Видное ТВ. Сергей Николаевич, я когда к программе готовилась, я дополнительную информацию искала о Дне православной молодежи и наткнулась на рассказ о празднике Дне православной молодежи, который был виден несколько лет назад. Там подробный, интересный очень рассказ, множество фотографий. Вы тогда в качестве зампреда правительства Московской области приезжали. Василий Юрьевич Голубева встречал, он тогда был главой Ленинского района. Я к чему это говорю? О том, что День православной молодежи – это такая интересная, долгосрочная уже традиция. И для вас, наверное, это не просто праздник. Хороший праздник, хорошее событие, событие, о котором говорит и наш благочинный отец Михаил. Очень светлое, очень полезное. Действительно, событие для того, чтобы в каждом из нас, в сердце каждого ощущение присутствия Бога стало очень ярким, ощутимым. И, безусловно, по всем этом событии мы видим ту светлую и добрую энергию, которая его, собственно, это событие окружает. И здорово, что мы собираем наших молодых ребят, собираем молодежь, что молодежь тянется к вере. Это здорово, это хорошо. Это во всех отношениях говорит о том, что общество здоровое, общество есть перспективы. С нами Бог, а значит, все у нас точно получится. Да, мы русские. Евгений Икальевич, спасибо за ответ. Привет к другим темам выпуска. Они за горами весна, и у нас долгожданные, мои любимые в том числе, ярмарки сезонные. У нас ведь во все идет подготовка. Давайте сначала скажем, что по итогам прошлого года проведено 26 сельскохозяйственных ярмарок. Это немало. Было реализовано сельскохозяйственные продукции на сумму в 15 миллионов рублей. Годовая сумма дотации предприятиям, которые осуществляли торговлю, составила почти 3,5 миллиона рублей. Собственно, вот эти 3,5 миллиона рублей – это экономия нашего населения, как вы понимаете. Потому что раз мы датируем, значит, соответственно, цены имеют возможность быть такими, какими они есть на ярмарках. Мы одни из лидеров по количеству ярмарок в Московской области. Собственно, больше нас их никто не проводит. Приятно это отметить. Первая весенняя ярмарка пройдет в городе Видном. На советском проезде уже 15 марта. Всего же весной текущего года планируется провести 12 ярмарок на территории городских и сельских поселений нашего района. Как и в прошлом году, продукция сельского хозяйства будет представлена в широком ассортименте. Это молоко, молочные продукты, мясо, продукции птицеводства, овощи, посадочный материал. Хочу сказать, что в связи с обильными осадками предприятия района не смогли собрать достаточный урожай картофеля. В настоящее время специалистами администрации ведется работа по привлечению сельскохозяйственных предприятий из соседних регионов. Это Тамбовская, Липецкая, Рязанская и другие области, чтобы те в полной мере смогли обеспечить потребность нашего населения в данном продукте. Конечно, картошка – основной продукт. Спасибо, Сергей Николаевич. У нас подходит время уже к концу эфира, но у нас есть еще один сюжет. Прекрасный сюжет о зиме, о спорте, об Олимпиаде. Смотрим. Посещая спортивные зоны в городе Видное, замечаешь, как много у нас спортсменов и любителей спорта. Приятно отметить, что их количество только увеличивается и вообще становится модным вести здоровый образ жизни и укреплять тело. Особенно сейчас, в период проведения Олимпийских игр. Сегодня смотрел керлинг, девушки играли. Сначала не понимал данный вид спорта, но потом заинтересовался. Но не досмотрел до конца, решил поехать сам позаниматься спортом. Вдохновившись достижениями профессиональных спортсменов, малыши и взрослые больше тренируются. Я очень рад, что Олимпиада 2014 года проходит у нас в России, в нашем замечательном городе Сочи. После громких побед наших фигуристов обретает все большую популярность и даже становится массовым такой вид спорта, как фигурное катание. Татьяна Волосожарь и Траньков очень понравились. Замечательно выступили. Были там, конечно, одна помарка, вот как в замедленном действии показывали, а так замечательно, я считаю, молодцы. Снарядившись необходимыми атрибутами зимнего спорта, видновчане торопятся покорять лед. Хотя пока только и его малые вершины. Фигуристы-любители танцуют на льду, играют в салочки, романтично катаются за ручку, в общем, отдыхают и развлекаются. Семья Шелудько тоже приходит на каток зарядиться положительными эмоциями. Папа Максим отличается хорошими навыками катания, а мама Катерина и сын Ярослав еще только учатся, но делают это с удовольствием. Нравится, в первую очередь, лед нормальный абсолютно, ну, можно покататься так, и в целом спокойствие, ну, отдых после работы вообще нормально. Ну, мы здесь катаемся на свежем воздухе, играем в хоккей, так, учимся. Возможно, некоторые из тех мальчишек, которые сейчас интересуются спортом и следят за судьбой любимых олимпийцев, тоже когда-то станут на этот путь. Я смотрю Олимпиаду, меня интересует биатлон, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах. Просто необыкновенно, просто, вот знаете, дух захватывает, плачешь, вот смотришь и плачешь, переживаешь, чтобы они выиграли. Я увлекаюсь спортом и люблю наблюдать за нашими олимпийцами. Хочу, чтобы они взяли больше наград, больше золота. Россия вперед! Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сергей Николаевич, очень хочется обменяться мнениями по поводу этого сюжета, но я прошу прощения, у нас сорвался один звоночек. Я думаю, что она еще у экрана телевизора. Зинаида Николаевна Митерева. Зинаида Николаевна, голубушка, мы записали ваш вопрос, но мне очень нужно, чтобы вы перезвонили и назвали свой телефончик, потому что мне нужно с вами связаться. Зинаида Николаевна Митерева. Перезвоните прямо сейчас по телефону прямого эфира, мы ответим на ваш вопрос. Извините, Сергей Николаевич, это было очень важно. Зинаида Николаевна пожилой человек, и очень важная информация для нее должна от нас прозвучать. Сергей Николаевич, ну, хочется спросить, вы за какими видами спорта следите? Вы, наверное, любите хоккей? Да, люблю хоккей. Я, конечно, тоже, как и все, наверное, болельщики, болел за нашу команду и буду болеть еще. А сегодняшний как вам победы? Сегодня отличный хоккей. Мы сегодня победили в сборной Норвегии, теперь мы будем играть со сборной Финляндии. Но если по порядку, то, конечно, драматический матч с американцами, вот нечистоплотность, на мой взгляд, судейство. Вот это вот, понимаете, опять это какая-то такая странная ситуация, там, с передвижкой ворот, в итоге досадный результат. Надо сказать, трудный матч был со сборной Словакии, но мы выиграли, и результат пока оптимистичный. И, слава богу, убежден, что будет все хорошо. Конечно. Да. Знаете, я также болел за конькобежный спорт. Может быть, не все получилось в самом конькобежном спорте, но зато в шорт-треке наш Виктор Анн и Илья Григорьев заняли, как это неожиданно, это была нечаянная радость, действительно, золотую и серебряную медаль. И, тем самым, укрепили успех нашей команды. А сегодняшнее замечательное выступление нашего парня на сноуборде, еще одна серебряная медаль. А теперь мы по числу общего медального зачета на первом месте. На первом месте? На первом месте. Пока у нас уже пять медалей, нам совсем немного, мы еще можем догнать. Но, во-все, мы верим, мы верим в нашу команду, и другого не может быть. Поэтому, как и все, я заядлый болельщик. И хочу пожелать всем нашим спортсменам, кто еще собирается выйти на старт зимней Олимпиады в Сочи, конечно, победы. Мы за вас болеем. Мы за вас болеем. А я, Сергей Николаевич, передаю вам вопросики. И сказать, уважаемые телезрители, мы с вами не прощаемся. Встретимся в следующем месяце. Это будет уже март. Надеюсь, что это будет весенний месяц. По-настоящему весенний. Сергей Николаевич, попрощайтесь с нашими зрителями до марта. Всего доброго, уважаемые телезрители. Желаю вам доброго вечера. Желаю вам победы в нашей сборной. Потому что эфир-то у нас сегодня тематический. Мы не очень много говорили о Олимпийских играх. Не имеем права, у нас много проблем. Но хочется, чтобы действительно наши ребята победили, наши спортсмены и наша страна. Всего вам доброго. Всего доброго. Побед, в том числе и олимпийских. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»